Я прочитаю то, что читал Ицхак на русском языке. Ихушуа, сын Новина, поведет вас, как и велел Господь. Господь сделает этими народами то же самое, что сделан с Сихоном и Огом, аморейскими царями. И с землей Сихона и Ога он уничтожил. Господь дарует вам победу над этими народами, и вы поступите с ними так, как я вам повелел. «Будьте твердыми и стойкими, не бойтесь, не страшитесь врагов. Вместе с вами идет Господь ваш Бог. Он не оставит и не покинет вас». Моше позвал Яушуа и в присутствии всех сынов Израиля сказал ему, «Будь твердым и стойким. Ты поведешь этих людей в страну, которую Господь обещал отдать им». Он поклялся в этом их прародителям. «Ты сделаешь эту страну их владением. Перед тобой пойдет Господь. Он будет рядом. Он не оставит и не покинет тебя. Не бойся, не страшись». Я хочу прочитать еще несколько стихов. «Записав этот закон, Моше передал его священникам, потомкам Левия, которые носят ковчег к договору с Господом и старейшинам Израиля. Он и велел им, каждый седьмой год, в год прощения долгов, на празднике Кущей, всегда все сыны Израилевы предстанут пред народом вашим Богом в этом месте, которое он изберет. Читайте этот закон вслух, чтобы слышали все сыны Израилевы. «Собирайте весь народ, мужчин, женщин и детей, а также переселенцев, что живут в ваших городах, пусть слушают и учатся. Они должны бояться и чтить Господа Бога вашего и неукоснительно исполнять весь этот закон». Хочу сделать несколько высказываний по тому материалу, который мы прочитали. «И не раз и не два множества, раз в священных писаниях. «Вамиухад, в миле Моше, он мазкир ницахон о сихон и ог. «И особенно от Моше исходит напоминание о победе над огом и сихоном». «Эти два царя были великанами». «И мы плохо себе представляем, что значит «анаким», «великан» и «понимание автора». «И есть множество толкований, как это надо понимать». «И одно из толкований восходит еще к книге «Бытия». Помните, когда сыны Божьи стали брать себе в жены дочерей человеческих. И вот эти великаны, о которых мы сейчас говорим, они потомки, потомков, потомков вот этих самых, тех, которые родились от сынов Божьих. «И одно из толкований, что вот эти сыны Божьи, это служебные ангелы». «Я не хочу сейчас вникать в это и разбирать это дальше». «Есть множество толкований, и вы можете понимать так, как вы понимаете». Вопрос в том, почему, и это действительно интересно, почему Моше раз за разом вспоминает двух этих вот людей. «Ну, во-первых, это действительно были мощные ребята, они имели огромные армии, мощные, и они имели серьезную власть. И воспоминания о них каждый раз, то, что Израиль их победил, говорило уже, как-то характеризовалось сам Израиль тоже. И сейчас я хочу вам привести из Медрошей. Или интерпретировать аллегорическим образом то, о чем мы говорим. И «Сихон» и «Ог», эти ребята были амариями. «И это один из семи народов, о которых Бог сказал, повелел Израилю уничтожить их до основания». И когда верующие люди, гуманистически настроенные, они читают Священное Писание, они говорят, «Рега, рега, это геноцид, а китвей кодиш, они говорят, вот это ваш злой Бог Ветхого Завета, он делает геноцид, он истребляет целые народы». И несколько недель тому назад, когда Дима здесь учил, он прикоснулся к этому вопросу, и он сказал следующее. Он сказал, что он упомянул апокриф, тот, который не входит в канон, книга юбилеев. Там написано очень ясно. что Ной проклял тех, которые перешли границу брата. Помните, он назначил определенный предел, и те нарушили границу. И в сущности, эта земля была определена Всевышним для потомков Сима. Но Кнаан, он сын Хама, как известно, ему понравилась эта земля, от Сидона до Газы, и он подумал, а почему бы мне не взять это, и я сказал, что я возьму это. И фактически поэтому он вошел под проклятие, которое произнес Ной. Но я не об этом хочу говорить. Знаете, Сихуон, он был очень знаком, в качестве аллегории, для двух персонажей в книге Кодыш. Если понимать это аллегорическим образом, он походит на двух героев из Священных Писаний. И эти два героя, которые нам известны, это Немрот, первый, и второй Исав. И о том и другом сказано, что они были человек поле, они были охотниками. И в аллегорическом смысле, в медрашах, когда говорится охотник, цаяд, то имеется в виду не тот, который, собственно, ловит животных, но тот, который тот, который захватывает, увлекает людей силой своего слова. Так вот, Сихуон этот самый. Его имя само того же корня, что и слово Сиха, беседа. Вы знаете, что такое беседа на иврите? Сиха. Вы говорите, и он знает, как уловить людей, с которыми он разговаривает. то есть это был человек очень манипулятивный. И сейчас они пащут ротце лакахат это иньяна за алмацавши лану айом. Я хочу вот эту вот ситуацию, то, что я сказал, перенести на ту реальность, которую мы имеем сегодня. Иногда мы входим в такие ситуации, кто-то своими устами нас обманул или ранил нас или распространил сплетни о нас, и что-то маленькая муха превращается в слона. Мы все проходили такие вещи. И это вот можно сравнить вот с этим вот образом великана, что-то становится великаном. Там Исраэль пахат меморешила им, амру, анахну кумоззовувим мулам. И помните, разведчики, сагалидаты, они были в страхе, они говорят, мы мухи в сравнении с этими великанами. И часто бывает такое, что мы переживаем подобные ситуации. Кто-то что-то, она сказала, и мы входим в депрессию. И почему нам это сказали? И то слово, обычное какое-то, просто брошенное слово, которое вообще надо было бы забыть и плюнуть, и растереть, что называется. И ты вдруг ходишь в депрессию от того, что оно давит на тебя? Ог. Гамма Янак. Тоже был великан. И Медрашим много о нем говорят так же. И Медрашим много о нем говорят, что он сказал, что он пришел к Аврааму и сказал, что вот ребята, количеством 50 человек, 5 царей, те, которые захватили твоего племянника. И вы помните, Авраам снарядил армию из 300 человек, и они напали на этих 5 царей и отбили. А Медраш говорил, что не по доброте сердца Ог пришел к Аврааму с этим известным. Ему нужна была Сара, на самом деле. Ну, в смысле, он в нее влюбился, и он хотел отвлечь Авраама на какое-то дело, чтобы он вышел из этого места. То есть он пытался своими манипуляциями как-то какие-то свои комбинации устраивать. Но вот это вот мотив с Сарой, вот пикантный такой. Он, если рассматривать это как некий образ, то он как бы намекает на то, что в наши семьи входят какие-то проблемы. Такие Огги, которые своим языком, манипулятивностью входят в наши семьи. Ривка царь бен бней зуг, маленький спор, маленькая ссора между мужем и женой иногда превращается в большого великана Огой, особенно если кто-то поможет. И семьи некоторые разрушаются. А с бофен аллегории, они просто мефорешат это, Моше умер лану айом. Так что, если взять во внимание эти аллегории, то сегодня Моше говорит каждому из нас, если вы будете соблюдать заповеди и водительство священных писаний, и если будете относиться один к другому в соответствии с написанным, то вы победите этих великанов. И он продолжает это говорит. И я также в стиле Медраша это все интерпретирую. Он говорит, Его шуа, и ках от хем леереца муфтаха. Он говорит, Его шуа, Иисус новин, Он доведет вас в землю обетованную. И каждый седьмой год читайте священные писания перед всем народом. И укрепляйтесь этим словом. В соответствии с историей, которую мы знаем. И мы знаем, что ответственность читать священные писания перед всем народом досталась царю. Но также в соответствии с историей, мы знаем, что во времена второго храма это уже не делал царь. Потому что поколение царей Давида сменилось другими царями. И ответственность читать писания перед народом взяли на себя первосвященники. И с разрушением второго храма эта традиция просто исчезла. И здесь мы подходим к пророчеству о Новом Завете. И там Моше говорит о Иерушуа бин Нун, Иисус Новин, который введет во землю, то мы имеем здесь тоже Иисуса, Иешуа, который вводит нас Новый Завет. Иешуа Машиах и оно в Завете написано в 31 главе в 31 стихе пророка Иеремии. Вот приходит время когда я возьму и напишу на сердцах ваших мою Тору. То есть нет уже нужды, чтобы кто-то царь или первосвященник читал для вас Священное Писание, потому что у вас есть Дух Святой и он берет ручку от Всевышнего который пишет и он записывает это на ваших сердцах. Но нам наша ответственность обновляться в этом. И тут написано возвращайтесь каждый седьмой год. Возвращайтесь к записанному и это будет для вас благословение. Собирайте весь народ мужчин, женщин и детей а также переселенцев что живут в ваших годах пусть слушают и учатся. Они должны бояться и чтить Господа Бога нашего и неукоснительно исполнять закон сеймец. Вот что здесь написано в современную эпоху сеймец. Парой слишком часто надеемся на слово милость. И это действительно так и мы действительно должны надеяться на ту милость которую Бог дает нам. но здесь мы учим то что и на нас лежит некоторая ответственность учить из священных писаний и исполнять заповеди Всевышнего. Если ты не делаешь это таким образом ты пренебрегаешь словом Всевышнего. Иешуа говорит то же самое. Он говорит тот кто любит меня мои заповеди соблюдет. А Яков брат Иешуа говорит то же самое он говорит тот кто говорит что он верующий покажи свою веру через свои дела. Но мы говорим что это и тогда возникает вопрос возмущенный а где же милость? Милость она вступает в свои права там где мы не в состоянии изменить ничего. И там только милость Всевышнего мы можем действовать. А где это? Скажите вы думаете что вы дышите только потому что вы решили дышать? то что мы дышим всякий момент нашей жизни всем этим мы обязаны милости Всевышнего. Милость всегда с нами. Но Бог никогда не отказывается и не думает что мы должны пренебречь той ответственностью которую он возложил на нас. Давайте встанем. Отец наш царь наш я молюсь что в преддверии Йом-Кипур ты очищал наши сердца от всякого эгоизма. И мы молим и просим тебя чтобы ты дал нам возможность и способность надеяться на твою милость которую ты дал нам через Йошуа Мессию. Но с другой стороны помоги нам исполнить то что ты дал нам как народу Израиля. Чтобы нам не отказаться и не отречься от того призвания которое ты дал нам. Потому что всякий момент когда мы делаем то что ты повелел нам делать мы делаем и мы превращаем слово в плоть. Помоги нам. Помоги нам. ВОЛНИТЕЛЬНОВ